В 2011 году Орловщина встречала высокопреосвященнейшего митрополита Антония. А 3 марта 2019 провожала на заслуженный отдых митрополита Орловского и Болховского. По этому случаю в Ахтырском кафедральном соборе прошла праздничная литургия. Вел ее Антоний, который служению Орловщине отдал почти 8 лет. Стоит отметить, что за годы служения владыки на Орловской земле на треть выросло количество приходов – до 195. Удвоилось количество монастырей – до 10. На четверть – до 240 увеличилось количество священнослужителей, несущих послушание в приходах региона. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, и Свято-Троицкий, и Сергий Вилаврис, и Священатский, и Андрита, В 2013 году Орловщина праздновала 900-летие мученической кончины святого просветителя Центральной России – священномученика Кукши. В 2014 образована Орловская митрополия, в состав которой вошла Ливенская епархия во главе с преосвященнейшим епископом Нектария. В 2016 году область впервые в истории посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Каждый из нас должен вносить свой вклад, чтобы заповеди великого князя Владимира жили в нашем народе, чтобы, основываясь на его опыте, основываясь на тысячелетнем опыте церкви нашей, мы научились жить в мире друг с другом и в согласии». А в 2018-м Орловщина отмечала тысяча тридцатилетие крещения Руси. Праздничную службу вел митрополит Орловский Болховский Антоний. Присутствовал на ней и схерхимандрит Ильей. «Служение здесь прошло у меня очень с пользой большой для меня лично. Я узнал очень замечательных священников, замечательных людей, замечательных прихожан храма во всей области. Я счастлив, что Господь сподобил меня послужить здесь. И я очень благодарен Богу, что Господь меня сохранил здесь. И хорошо и благополучно все было». «Я счастлив, что был среди вас». Такими словами Антоний обратился к верующим орловчанам на последней своей литургии, выразив надежду, что все начатое им на Орловщине будет продолжено. «Уважаемый владыка Антоний, позвольте от себя лично, от правительства области благодарить за ваше архипаторское служение. Вы для нас были для многих примером. И сегодня уставление, нравственное уставление действительно является залогом того мира, который вы смогли сохранить, православного мира на территории Орловской области. При вас появилась и Орловская митрополия, и возникли новые храмы, стали строиться, реставрироваться старые. И я абсолютно уверен, что сегодня мы с вами не прощаемся. Сегодня мы лишь начинаем другую работу и жизнь. И благодаря тому, что вместе с вами начинали эту работу, вы наставляли меня на путь истины, на работу, благословляли. И дальше буду вместе с вами эту работу вести». По окончанию праздничной литургии Антоний обратился к прихожанам с архипаторским напутствием. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.